Всем добрый, друзья! Мы уже приехали на Ангонька, где я рассказывала, что сегодня мы начинаем покупать всё на Черногорию. У меня там целый список стекла на клее, короче, гепки, что там столько не нужно, потому что как вода, потом на носу, и нужно готовить кухню. На Ангонька шумиха, как обычно, но я рада, потому что такие покупки это в удовольствие. У нас сегодня главное пойти в Ангонька, поехать на Ашан, потому что там мы будем брать некоторые завтраки ещё себе. Там мне люди спрашивают, зачем вы берёте продукты, потому что мы едем в Черногорию без питания. И хотя бы завтраки, типа там овсянки, сухихаш, надо брать здесь. Ну что, поможет, что так надо сделать? Нет, спасибо! Не надо, я просто снимаю. Нет. Такое мне явно не надо. Ты же это снимаешь на поле рюкзаков по 300 гривен. А ну-ка, покажись. Это типа... Нет, это нет. Ещё вот так, это совсем небольшая капелька, может даже маловато. Ну, капелька, наверное, не твоё. Ну, удивительно, но я как... Нет, ты не знаешь. Ну, я как американский полицейский. Ну, не очень. Не очень. Не, у тебя брови закрывают, у тебя чуть-чуть шоу. Понимаешь, в чём проблема? Да, у тебя брови закрывают, а ты как-то непонятно. Если бы оно ниже было... Вот ниже опусти, ниже носа. Там главное, чтобы поправить носок, чтобы они ниже... Да, они у него брови закрывают, вот когда ниже... Скажите мне, по секундочку, я попробую шире вот здесь, и они у вас сразу же ниже подбустят. Вот. Ну, тебе хорошо, когда оно да, ниже, а то когда закрыл брови... Ну, капель, мне кажется, больше вот этих. Капель, мне кажется, больше вот этих. Капель, мне кажется, для сравнения просто вот эти. Капель, мне кажется, по-моему, помилите. Вообще, Лёше понравились вот эти. Только тоже не натягивай наверх сильно. Ага. Чика. Вот ещё вот так. Будет, ну, может, и удобно, но чаще нравится то, которое у вас на столе. Ну, это тоже комфортно. Ммм. Значит, снимать. Короче, мы с Лёше уже купили очки себе. Купили рюкзак. Ну, всё, мы будем подробности... Думаю, дома покажем. ...постатим, что мы купили. А сейчас пришли обедать в Позату Пату. И хочется сказать, что после нас мы здесь обедались, Лёше, когда готовились свадьбы, уже не помнили. А теперь... И тоже как раз были по поводу свадьбы тут. Помнишь, Малышныки сказали, да? Да, с вами не было, да. А теперь, как всегда, объедаемся. Ну, у меня такая скромная поляночка такая. Давай сегодня чуть-чуть поменьше. Ну, да, так чуть-чуть. И потом его не получилось, как обычно. Ну, водяшка скромненькая, да? У меня просто завалены на филе и стейк, и овощи. Раху, а у него же так. Ничего, у меня тоже стейк, соус, салат. Скусит, скусит. Струдель, хлеб. Или чай, чай, компот, говорю. Я чай не беру, потому что я думаю, что лёд та, и ты пьёшь в воду. В любом случае, чай – это вода. Нет, ну, когда там ещё и... Как скажешь, Катяка. Всем приятно, кастрюлю. Следующая наша остановка – это Вайкики. Тут Лёша себе, наверное, купил лёгкую лёгкую шорт, и там, да, я всё равно говорю, где я живу. Мне просто сейчас плохо себя чувствую, и я сижу. Я здесь ничего не нужно, мне ничего не хочется смотреть. Мы смотрели купальники мне в Аннабель Артон, и там нет моих никаких форм. То есть у них есть модели в этом году подходящие на мою фигуру, но именно здесь не было, поэтому я никакие не нашла. Мне, кстати, Вайкики очень сильно нравится мужская одежда. Очень нравятся футболочки такие все яркие, симпатичные, тоненькие. Вот женские вещи мне здесь нравятся в два раза меньше. Как бы, да, казалось. Ну, надо же, я пишу. А, чего у меня? Спасибо. Спасибо. Ну, друзья, мы уже дома. В общем-то, на улице особо не снимали вообще там, потому что, ну, мы быстренько-быстренько всё покупали. Жарко, люди, толпа это, и как-то сегодня вообще ажиотаж сумасшедший был на улице. В общем, сейчас будет обзор. Обзор интересный, обзор того, чего мы там купили на... Черногорию из продуктов, из вообще просто вещей. Давайте начнем, наверное, с самого серьёзного. Начнем, наверное, с рюкзака, который мы купили как бы нам, ну, как бы Лёше. Вот такой офигенский большой футуристический рюкзак, который стоил 700 гривен. А-ля Швейцария. Ну, конечно же, я в это особо не верю. Здесь огромный-огромный простой отдел. Первый. Вот сюда ещё что-то можно положить. Специальная зарядка для... А, это вход под наушники. Ещё есть зарядка для пауэрбанка, по-моему. Короче, капец. Вообще, по-моему, а может быть, даже и нет здесь зарядки. Ну, как бы для наушников точно вход есть. Потом здесь есть ещё один отдел вот такой. И мы купили специально к этому рюкзаку два замка. Нам это советовали в комментариях, но это знал Лёша. Вот два замочка с ключиками, чтобы когда мы были на вокзале, и вообще мы закрывали это всё дело, не дай бог что, потому что здесь будут цельные вещи. Поэтому мы купили вот такой рюкзак и два вот таких замка. Мы купили очки. Сейчас я себя особо не показываю. Это Лёша очки. Вот такие чёрные. Сказали, что это Polaroid. Давайте я на себе их померю. Вот это Лёшины очки. А, им чуть неудобно. Вот такие 250 гривен. И у меня тоже очки за 250 гривен, но у меня, конечно же, больше красота, чем какая-то защита. Очки, да, очки. Вот. Вот такие вот очки. Они очень такие прикольные, удобные, лёгенькие. Чехол у меня хороший есть для них. Поэтому мы купили себе такие очки. Ну, потому что с Ньючик очки мне не сильно идут вот эти вот круглые, а те, которые мам подарила, они как бы хорошие по качеству, но тоже мне совсем не идут. Мне кажется, они для женщины постарше. Лёшки в Вайкике мы взяли только-только шорты. Больше он себе ничего не захотел брать. Это обычные такие шорты, чтобы он в них гулял, ходил. Шорты стоят... Ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву. Триста девяносто девять. Четыреста гривен такие шорты. Это типа новая коллекция. Они из того же материала, из которого сделаны мои шорты с Вайкике. Ну, они такие удобные, не сильно жаркие, практичные. Так что я рада, что Душка себе их купил. Дальше, что насчёт купальников. Мы купальник не купили, потому что на Анголинке все купальники одинаковые, какие-то ужасные. В Анабеле Арто не было никаких подходящих к моей фигуре в основных магазинах тоже, поэтому я буду ещё искать купальник, потому что, как я говорила, у меня есть верх, и я купила низ специально. Ой, он сейчас полностью развязан, и это какая-то фигня. Я купила низ как бразильянки, вот такое. Вот такой низ, 130 гривен. Просто чёрные плавки под мой чёрно-белый верх с надписью Майами. Думаю, неплохо, это вот у меня один комплект. У меня как бы есть ещё купальники, но мы хотели купить мне новый хороший, поэтому будем ещё смотреть. Дальше. Ещё одни шорты мы купили Лёше. У него как бы есть плавки, а будут ещё вот такие шорты для плавания. Вот, в Ашане мы их купили, да, сколько-то там, тоже, по-моему, 100 с чем-то. Тоже смешная цена у них была. Молодец, кошелёк опять засунул в пакетик. Дальше из такого несъедобного. Лёше купила себе маленький гель для бритья. Gillette Fusion. Короче, фокус поймать не хочет. Я купила себе беконовское масло для интенсивного загара. SPF всего лишь 10. Я взяла его, и у меня дома ещё есть хороший крем. Солнцезащитный, то есть там, по-моему, SPF 30 или 40, что-то такое. То есть я как бы буду чередовать. Я просто хочу очень сильно, хорошо, вот так прям серьёзно загореть, поэтому взяла себе масло для загара. Есть у меня крем солнцезащитный. Просто буду чередовать, да и всё. Я считаю, что это будет нормально, ничего страшного в этом не будет. Что насчёт моих ногтей на ногах? Я же говорила, что, скорее всего, куплю себе сама. Так вот, бледно-розовый лак и вот такие вот блестюшечки. Их плохо видно. Дело в том, что у меня стёрся ещё один ноготь, представьте себе. Но это блёстки, это не втирка. Втирка стоит почти 70 гривен, и я посчитала, что это дофига. 20 гривен лак, 70 гривен втирка. То есть это 100 гривен отдать за то, чтобы я сама себе починила два ногтя. Я решила, что возьму блёстки и попробую экспериментировать. Потому что, ну, я захожу в салон, и меня не понимают. Такого нет, такого нет. Думаю, уже всё сделаю сама и не буду пальцем. Мы купили ещё станки, кстати. Тоже джилет. Мы покупаем всегда их. Щётки, которые мы оставим дома, а те, которые мы пользуемся сейчас, мы забираем. И ещё я купила гель для душа. Палм-олив. Мини-жинный гель. Это какой у нас? Это с макадамией и экстрактом пиона. Типа увлажняющий. Я специально взяла типа увлажняющий, чтобы кожа не подсушивалась. Я, конечно, в это мало верю, но вдруг работает. Лёша купила себе вот такой вот шампунь-шавма. Он, кстати, небольшой. Вот. Ну, мы старались брать такое всё не сильно большое, потому что, походу, у нас будет целый чемодан еды. Мы огромный пакет отложили от той посылочки, которую нам Ксюша прислала с Киева. Со всякими мелкими вот такими вот поедушками. Поедушками. С чаем, с кофе. И, конечно же, докупили ещё, что нам надо. И всё. В принципе, всё, что мы купили, больше мы ничего не покупаем. Не осталось только. Я даже записывала вот себя в заметочках. Мне осталось купить купальник. Вьетнамки. Кепку Лёши. Ну, серьги-то я просто хотела посмотреть там в кольца. Вьетнамки я, значит, нашла. Классные, но они вот чёрные, как я хотела. Чёрные с толстой подошвы. Такие качественные вьетнамки. Без рисунков, без ничего. 200 чента гривен. Но они были маловаты. То есть у меня пятка прям впритык была. И, к сожалению, я их не купила. Купальник поищем ещё. Кепки Лёши мерили-мерили. Ему ничего что-то не подходит. Ушки торчат. Панамы тоже не очень смотрятся. В общем, ну, как видите, там немного осталось. Из лекарств, кстати, вот из лекарств. Вот мы купили вот такой стик-зелёнку. Да, который вот так мазать. Как фломастер. Да, такой прикол. Кто ещё не знает, что такое уже давно на прилавках. Зелёнку взяли. Что мы ещё взяли из такого? Я знала, что, но я этого здесь почему-то не вижу. Где-то Лёшка это запрятал. Ну, давайте пока посмотрим по еде. В основном всё, что... А, нет, ещё не по еде. Подождите. Мы взяли огромную просто упаковку влажных салфеток детских. Потому что жизнь мне научила не брать салфетки с отдушками. Брать детские, без всяких ароматов. Потому что это лучше всего. Да. Ну, пригодится. То на пляж взять, то где-то в номере, то ещё что-то протереть. Короче, влажные салфетки эта штука нужна. И в поезде, и вообще. Поэтому мы взяли огромную упаковку. Пусть лучше останьте, с чем нам чего-то не хватит. Как бы такие люди запасливые. Ну, дальше, по-моему, всё еда. Да? Нет. Ага, ещё. А, нет, всё, в принципе, погнали по еде. Значит, мы брали, как вы знаете, в основном завтраки. Потому что мы едем без питания. Завтраки у нас будут по-любому в номере. Сами будем кушать. Вот всё, что мы с вами брали. А обед, ужин, что-то будем придумывать. Поэтому на завтраки мы взяли. Взяли даже как-то раздельно. Я взяла себе Нестик в небольшую упаковку. Просто потому что я люблю Нестик. Я так радовалась. Я говорю, буду есть Нестик с черногорским молоком. Оно должно быть очень вкусное, наверное. Я как бы ем его очень редко, но в Черногории мне его захотелось взять. Поэтому Нестик Лёша себе взял. Да, вот мы разделились. Здесь кранчи вот такие. Это, как вы знаете, запечённая овсянка. Да, хрустки запечены мюсли. Лёша не мог не взять что-то такое по-любому. Поэтому это для него. Мы набрали кучу... Ну, как бы уже не кучу. Потому что мы положили их на место, когда увидели вот такие вот упаковочки небольшие с завтраками. Мы взяли кашки, овсянушку, акта. Мы взяли раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Нафига нам столько? Мы же решили не брать столько. Вот Лёша. Десять пакетиков каши быстрого приготовления. Ну, как бы... Я не знаю, нафига нам столько? Капец, зачем мы столько взяли? Я же сказала положить обратно. Ну, ладно. Вы сейчас вообще удивитесь, потому что я достану сейчас гору батончиков, которые набрал Лёша. А я не знаю, зачем он их столько набрал. Я вам серьёзно говорю, я не знаю. Он просто их набрал. Он сказал, что это в поезд. Я говорю, зачем в поезд? В поезд возьмём по батончику, максимум по два. Я сделала нам тормозочек какой-то, потому что ехать нам семь-восемь часов. Семь, по-моему, часов. Вот. Ну, да, за это время, конечно, мы захотим есть. Но зачем столько батончиков? Я не знаю. Но Лёша сказал, что надо. Его душа успокоится. Поэтому здесь куча батончиков. Типа вот такой вот йогурт. Вот это, кстати, мой любимый батончик. Он самый дешёвый. Это Минис какой-то какой-то. Он батончик с корицей. Это мой любимый. Потом какой-то Изи Лайф с Курабой. Ещё какой-то. Так, короче, миллион тысяч видов батончиков мы взяли. А, вот этот пакетик, я слепая его не увидела. И самое интересное, что мы взяли, это не на завтрак. Это прям нам случайно попалось. И мы как раз в это время увидели нашу зрительницу с нами. Она поздоровала. Большой вам привет. Мы с Дымка пошимся в этих кашах, решаем, сколько нам нужно грамм. И тут девушка такая, я вас смотрю, она так смешно встала. Думаю, блин. Ах, это жизнь. Смотрите, что мы нашли. Полтора килограмма разных каш. То есть, мы как бы думали, что иногда, возможно, будем себе варить каши в Черногории. Ну да, у нас там вся посуда будет печка. То есть, если как бы не всегда мы будем кушать в кафе или захотим что-то купить себе к столу, мы можем сварить любой пакетик. Из этой каши здесь рис, овсянка, кукурузная, по-моему, или пшеничная каша, гречка, макарошки. Здесь макарошки. И что-то там еще какая-то каша. Я не знаю, что это точно за каша. Раз, три, шесть видов каш. Каждый пакетик по 300 грамм где-то примерно. То есть, вообще, это для меня была находка. Я смотрю, говорю, Леша, и все, дальше мы не идем. Мы берем это. Просто одна упаковка. Вот если нам захочется каши, захочется самим сварить или где-то там сэкономить, пожалуйста, а тут нам очень поможет. То есть, вот, собственно, и все. Извели, что мы взяли. Я не знаю, конечно, зачем столько батончиков. Ну, может, действительно, мы их будем брать с собой там как бы на экскурсии. Потому что экскурсии будут целый день. Но тоже я так смотрю на кучу этого сладкого. Честно говоря, мне уже плохо становится, чтобы мы не переборщили. Потом мы зашли в аптеку и купили кое-что для Леши. Конкретно для Леши. Потому что ему это нужно. Ну, во-первых, мы еще взяли белый уголь. Гляньте, как красиво. Прям реклама получалась. Такая красивая упаковка. Минимализм. Белый уголь мы берем с собой. Берем анальгин, берем зеленку. Чтобы все это было. Потому что мало ли что. И вот это именно мы взяли только для Леши. Этим я пользоваться даже не буду. О, тут ценник, да. Вы видите, цена полтысячи стоит. Такой крем. Это солнцезащитный крем. Молочко. Даже солнцезащитное. SPF 50 от Виши. Мы специально взяли хорошую вещь. Потому что Леши с его кожей, с его проблемами нужно иметь вот такое вот. Потому что солнце палящее, как в Черногории, как и у нас. Оно реально не щадит. У него проблемы есть. Поэтому можно защищаться ему. И врачи говорили, чтобы он имел солнцезащитное средство с самым высоким показателем SPF. Поэтому взяли ему 50+. Вот. Я надеюсь, что оно хорошее. Что оно... Это как эмульсия. Я посоветовала, что лучше взять эмульцию, нежели спрей, как масло. Вот. Я доверяю тоже этой фирме. Я надеюсь, что Леша это будет тему. Что ему это пригодится. И он будет этим пользоваться. Потому что... Ну, вы знаете, как это на море бывает. До моря помазался. Зашел в воду, вышел, опять помазался. И так по кругу. И вот я очень переживаю за него. За его кожу. Поэтому мы ему купили хорошее средство. И не пожалели на это денег. А, мне плевать. Мне главное загорать. Хорошо. Я же девочка, как бы. И у меня таких проблем нет, как бы. С этими батончиками это, конечно, вообще круто. Гора батончиков. Мне очень радует рюкзак. Мне очень радуют эти вот солнцезащитные средства. И то, что мы такие каши купили классные. Каши вообще находка. Просто коробка каш. Вот если вот вы куда-то едете и тоже будете готовить себе сами. Обратите внимание на эту коробку с кашами. Она называется набор дачный. Прям дачный набор. Сто пудов, кстати, фирма. Класс. Супер. Так что вот так. Осталось совсем немного. И все. И будем уже лететь. Все отлично. Субтитры сделал DimaTorzok